Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сухие строки монографии, катастрофа и экология бесстрастна, но четко излагают факты, приводят цифры. В течение 10 суток из разрушенного реактора в окружающую среду продолжались интенсивные выбросы радиоактивных веществ. 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за радиоактивной опасности и навсегда проститься с малой родиной. По инструкции, которую подписал главный инженер АЭС Николай Фомин, испытания должны были пройти при тепловой мощности от 700 до 1000 мегаватт. Но руководивший экспериментом заместитель главного инженера Анатолий Дятлов дал команду снижать до 200. 26 апреля в 0 часов 23 минуты мощность реактора достигла 520 мегаватт и начала неконтролируемо падать. Примерно без 20 час мощность реактора провалилась до нуля. Персонал 4-го энергоблока начинает разгонять реактор, выводя из него регулирующие стержни. В 1 час 3 минуты датчик мощности реактора вновь показал требуемые 200 мегаватт. Дятлов дал команду начать испытания. Из-за нарастания мощности реакции и невысокого расхода воды, тепловыделяющие элементы в нижней части реактора начинают перегреваться. В 1 час 23 минуты 4 секунды началась активная фаза испытаний. Клапан подачи пара на турбогенератор перекрыт. Включена аварийная защита. Поглощающие стержни двинулись в активную зону реактора, но было поздно. Взрыв. Крышку скороварки, верхнюю плиту реактора весом в 2500 тонн, подкинула. Она пробила потолок реакторного зала. В дыру вырвался поток радиоактивной лавы. По тревоге были подняты пожарные части станции и города Припять. Позднее было вызвано подкрепление из Киева. Пожарные работали в обычных средствах защиты. О высоком уровне радиации им сообщили только в полчетвертого утра. Пожар был локализован к четырем часам и потушен к шести утра. Из 134 участников аварийных работ на месте взрыва, 28 получили смертельные дозы облучения. Дни ладонетели. В последующие дни эвакуировали населенные пункты в радиусе 30 километров от взрыва. Без малого 4% из 190 тонн, имевшегося на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, ядерного топлива, были выброшены в атмосферу. Любое сообщение из Чернобыльской зоны все ждали с предчувствием беды и одновременно с надеждой. К этим тревожным и героическим дням нас возвращают книги и многочисленные газетные репортажи. Следуя за событиями, они еще раз подтверждают, что последствия Чернобыльской катастрофы могли быть гораздо трагичнее, если бы не самоотверженность людей, которых мы сегодня называем ликвидаторами. Никто не знал тогда, что радиоактивный след протянется на долгие годы и через многие тысячи человеческих судеб, в том числе наших земляков. Уже в мае 1986 года в Салтая, в том числе и из Бийска, были отправлены первые группы людей для ликвидации последствий аварии. А всего в 1986-1990 годах там побывало более двух тысяч человек, в том числе 300 человек из Бийска. Сейчас, по данным статистики, у нас в Бийске их осталось 145. И сегодня к нам пришли представители Бийского отделения Алтайской организации инвалидов-семипалатист Чернобыль во главе с Иваном Семеновичем Белкиным. И я передаю слово теперь нашим гостям. Авария на Чернобыльской атомной станции, наверное, теперь уже понятна, что вызвана непосредственно человеческим фактором желание испытать то, где необходимость была бы воздержаться. Вот так оно и, в принципе, и случилось. Случилось. Результатом этого случая стала та беда для западной территории нашей страны, то есть Российской Федерации на сегодняшний день, да, для всей территории практически Белоруссии, а в большей степени Гомельской области, и в значительной степени для Украины и в большей степени Киевской области, потому что вот этот Чернобыльский район относится территориально к Киевской области. Находилась бригада-то весь период, там, начиная с 1986 года и по 1990 год. Если Алтайский полк уже в 1988 году, по-моему, да, выполнив свою задачу, был возвращен в постоянное место дислокации сюда, то 26-я бригада московская оставалась там до начала 1992 года. Пока уже, скажем так, все окончательные работы были проведены на самой станции и на территории 30-километровой зоны. Правильно было отмечено, что из города Бийска, ну, цифры, конечно, условные, Ну, мы, как бы, вот анализируя свой вклад в ликвидацию аварии, говорим о 300 участников ВИЧа. Может быть, их было 350, может быть, их было 480. Ну, по данным военного консериата, что, как бы, по их данным, вот такая цифра у нас звучит. За апрель месяц мы провели в 23 учебных заведениях встречи, и здесь, в библиотеке, тоже самая была встреча. Вот, то есть это тоже для нас, как бы, имеет огромное значение, чтобы молодые ребята, вы знали об этом, предполагали, понимали. И, не дай бог, чтобы случилась какая-то беда, которая бы дала повод забыть Чернобырскую катастрофу и заговорила бы о себе в больших масштабах. Слово гостям нашим предоставим. Пожалуйста, кто первый? Я, так, как Иван Семенович, в декабре 86-го года приехал из группы советских войск в Германию, там служил. По приезду, значит, полагался мне отпуск, отгулял отпуск, прибыл в часть, и тут буквально, наверное, два или три дня мне начальник говорит, все, иди в штаб, получай документы, бываешь в Чернобыле. И 7 марта я уже был в Север-Чернобыле, в 87-м году. Нас, как себе любовь, всегда кидали на самые опасные участки. Мы занимались и крышу мы очищали от отходов. Потому что после взрыва выброс был, и мелкие разлетелись радиохимические, радиоактивные отходы. Как их собирать? Устал вопрос. Когда станцию показывают, особенно на крыше, там такое попискивание идет. Это вот радиация самая. Работали тоже, вот часы в то время появились, кварцевые только. Если забыл снять, что все, после крыши можешь выкинуть, а они уже не показывают. Ну, 25 лет я не набирал, 22 лет я набираю, а потом уже находишься в лагере, и думаешь, что там сюда не ездишь. Бывает, что это свой срок. Как же вы поняли, 3 месяца были, находились военнослужащие, призванные с запаса, 6 месяцев. И радиация, это такая штука, я не знаю, откуда она излучается. Чтобы радиация вместе с пылью не поднималась в небо, она занималась дезактивацией населенных пунктов. Выезжали поливальные машины, пожарные машины, и каждый день на проливку дорог, чтобы небо было пыли. Также занимались разведкой. Разведка ученых заключалась. Ездили через день по населенным пунктам, брали пробу воды, земли, у некоторых населенных пунктов, там были эти, животные еще, ну, коровы, как бы говоря. Брали, просили у жителей молоко, тоже на анализ. Надо отметить, что Сергей Ильинидович там за свой вклад был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Это вот эта вот медалька, то есть на сегодняшний день она является государственной наградой Российской Федерации. Ради Путина еще передаю слово. Пожалуйста, Ради Путина Ильинич, вам. Я родился в республике Татарстан, воспитывался в детском доме. Потом поступил военным училищем в Коломенске, Подмосковье. Окончил в 78-м году и был отправлен для дальнейшего службы в Чехословакию. В центральную группу войск. Оттуда в 83-м году приедал сюда город Бийск для прохождения дальнейшего службы. Я сам артиллерист. Как артиллерист поехал туда. Приехал, назначили командиром роты. Первый. Первый месяц, август месяц работали в самом городе Чернобыль. Потому что, когда люди уехали, у них там и помидоры, огурцы, все эти балки остались. За это время они уже начали портиться, чтобы не было никакой болезни. Вот мы все эти с города собирали и увозили в могильник. В городе Чернобыль, это где-то около, как у нас, Примовский район. Идешь, ни кошек, ни собак, ни людей, тихо, когда разговариваешь. Месяц там и почистили. Потом роту нашу назначили на ремонт. 30-ти километров из зоны. Колючий провод там натягивали, где оборудованы. И в октябре месяц мы поехали в Белоруссию. Работали в месяц в Белоруссии, в Гомельской области. Гиняли крыши на домах, шифер снимали, старые, зараженные. И новые чистые туда заборы. У жителей деревни снимали землю до 50 сантиметров, пока прибор не покажет, что нормальная земля. Привозили из других районов нормальную землю и засыпали. Тоже так же колодцы чистили. Оттуда все вытаскивали. Привозили из чистых районов. Камни туда спускали все это. Тоже проверяли приборами. Приборы... Представьте себе, это были японские приборы, а у нас армейские. Разница большая. От радиации все опухло. И глотать больно все. И даже через неделю все прошло. И в 2008 году мы, в ноябре месяце, полк наш оттуда отправили сюда, в Алтайский край. Я с этим полком приехал сюда. Из 30 машин, которые работали у меня в Ротин, прибыл сюда одну машину. Все у меня. У кого есть какие-то? Кого-то что-то, может быть, интересует? Давайте смелее. Ну, подумайте, может быть, еще. А у меня тогда, у меня такой вопрос. Вы все поехали на ликвидацию вот этой аварии уже кто в марте месяце, кто уже даже в следующем году или через два года. То есть вы уже знали о том, что там случилось. Вот с каким чувством вы туда ехали? Что вы испытывали? Да, конечно. Ну, я не знаю. Страх не было. Были ли готовы к этой ситуации? Мне кажется, по моему усмотрению, готов. Потому что меня, по сути, готовили к такой ситуации, начиная с четвертого класса. У нас в школе был такой предмет, начальная военная подготовка называлась. Сегодня у нас в УБЖ, кстати, да? Раз в неделю урок был, и много занимались этим. Поэтому как-то, я не знаю, уже и попав на службу, мне все это было знакомо. Я его на станцию в 30-километровую зону убрал с собой почему-то очень редко. Опять же, по своей личной недисциплинированности, так скажем. Он у меня лежал при кроватной тумбочке. Но его надо было сдавать раз в неделю на пробивку, сколько он накопил в себе радиации. Были такие люди, сегодня это Федеральная служба безопасности, а тогда называлось особый отдел. И вот почему-то меня позвали туда, заставили написать бумажку, где я был, по каким местам ходил, почему у меня этот дозиметр превышает норму в 3,5 раза. Ну, то есть, рассматривали его мне уже как фальсификатора какого-то. Да я его с собой в жизни не брал. Он у меня в тумбочке пролежал. Сказали, кстати, я его сдал. Я перед тем, как туда ехать, сначала еще побыл на Городном Карабахе. И в конце июля месяца приехал с Городом Карабаха, а в конце июля меня вызывают. Вы едете еще в ногу. Никто не спрашивал, хочу ли я. Поехал в Новосибирск, штабовокруга. Приехал, а там говорят, ты майор, а локер начальник будет, капитан. Командир батальона, капитан. А я командир руку, майор. И подчинялся, и ходил. Ничего страшного не было. И потом у меня еще в прошлом году на встречах спрашивали, что там в августе месяце ходили в лес белые грибы. Шляпа как фражка, а ножки как лак. Но их есть нельзя. А облучение, радиация, это как-то сложилось на вашу дальнейшую жизнь, на здоровье? В большей степени это, конечно, щитовидная железа. Потому что отсутствие того полезного йода в щитовидной железе очень быстро заполняется радиоактивным йодом. Естественно, заболевания начинаются. Кости. Кости многие у кого имеют заболевания. Вот. Ну, мне, слава Богу, повезло. Как-то, не знаю. У меня личной инвалидности нет. Хотя встаешь утром, если где-то чего-то не болит, как говорится, значит, ты, наверное, умер. Вот. Встаешь немножко, так это часик, пока ходишь, пока туда-сюда размялся, все, вроде пошел. Нормально все стало. Забывчивость на голову влияет от цембов. Патия какая-то очень распространенная у нас такой возраста. Он тоже дает свое знать. И, естественно, те факторы, которые способствуют развитию каких-либо вот таких обычных заболеваний, не связанных с воздействием радиации, они тоже развиваются. Поэтому, как тут скажешь. Вот такой случай. Если не от радиации и не сразу, то постепенно, но не без этого. Без привлечения можно сказать, что Бийская городская организация чернобыльцев самая многочисленная и жизнедеятельная на Алтае. Ее члены продолжают жить и бороться, активно участвовать в решении проблем городского хозяйства, вести нужную общественную работу, направленную на патриотическое воспитание молодежи, увековечивание памяти героев и поддержку ликвидаторов аварии и их семей. Эта работа у них продолжается. Книга эта называется «Чернобыльский крест». Издана она в 2010 году, и в этой книге нет места кирусу. Здесь только факты, даты, конкретные события. Первый ресурс, конечно же, это президентская библиотека. Здесь вы можете увидеть и посмотреть официальные документы, нормативные акты, исследования, методические и изобразительные материалы, а также издание начала XX века, рассказывающее об искусстве по Припяти для просмотра памятника старины в местечке Чернобыль. То есть здесь очень много вот таких вот документов. Конечно же, подборка, она дополняется ежегодно. У нас у всех появилась еще раз возможность задуматься над тем, как хрупок окружающий нас мир, что природа не прощает небрежного отношения к себе, не прощает ошибок и промахов, и что мы должны восхищаться мужеством людей, которые не жалели ни сил, ни своего здоровья, жертвовали собой ради спасения миллионов жизней. Давайте еще раз поблагодарим наших сегодняшних гостей. Большое им спасибо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»